Официальный курс рубля. Киоски возвращаются? Через телегу переведи. Всем привет! В эфир Универ Ньюс, а в студии Амир Ахтямов. 20 января 86 лет исполнилось Ментимеру Шамиеву с именем Государственного Советника Республики Татарстан, первого президента республики и почетного доктора Казанского Федерального Университета, связанное становление не только Татарстана, но и федерального устройства Новой России. С Казанским университетом Ментимера Шамиева связывает очень многое, ведь именно с его подачи университет получил свой федеральный статус. Ментимер Шамиев не раз привлекал ученых университетов к своим проектам в части вхождения в список ЮНЕСКО. Это касается древнего города Болгар и остров Града Свияжск. Сейчас идут работы по включению в список ЮНЕСКО комплекса астрономических обсерваторий Казанского университета. По проекту полилингвального образования, инициированным Ментимером Шамиевым, также принимают участие ученые Казанского федерального университета. Телеканал Универ ТВ желает Ментимеру Шамиеву здоровья, долгих лет жизни, чтобы мудрость и опыт первого президента, государственного советника Республики Татарстан, и в дальнейшем служили на благо всего народа. Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам. Подробнее далее. Из-за серьезных валютных ограничений для физических лиц в России возникла ситуация, когда покупать платежеспособную иностранную валюту в любых объемах можно только по серым схемам, курсы обмена которых заметно отличаются от установленного курса Центрального банка. Банк России объявил, что будет устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам. Центральный банк Российской Федерации ежедневно объявляет официальные курсы российского рубля по отношению к нескольким иностранным валютам. В основном это валюты, которые наиболее активно используются в международных расчетах между российскими компаниями и зарубежными. Начиная со вчерашнего дня, Центральный банк пополнил список этих валют, добавив туда еще девять штук. Теперь таких валют стало сорок две. В списках валют, которые получат официальные курсы к рублю, вошли Дихрам, Объединенные Арабские Эмираты, Таиландский Бат, Вьетнамский Донг, Сербский Динар, Новозеландский Доллар, Грузинский Лари, Индонезийская Рупия, Египетский Фунт и Катарский Реал. Эксперты выделяют несколько причин, которые способствуют установлению официального курса валют. Необходимость в установлении официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю связана с необходимостью осуществлять официальные расчеты. Я имею в виду пересчитывать суммы в соответствующих валютах в рубли для целей учета и налогообложения. Если курс официальный не установлен, то это сложнее. Отметим, что для большинства граждан никакого особого значения в изменении списка валют, которые вынес Банк России, иметь не будет, поскольку большая часть граждан не совершает операции в этих валютах. Адалийна Амдрахманова, Универ Ньюс. Минпромторг хочет открыть киоски возле торговых центров. Насколько целесообразна рекомендация властей и как скажется на бюджете, смотрите в следующем сюжете. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал руководителям регионов организовать работу по открытию киосков и других нестационарных объектов торговли для товаров российских производителей у входа в торговые центры и магазины. По словам эксперта, такое решение власти может быть связано со сниженной покупательной способностью населения. Традиционные формы торговли, а ниже торговые центры, перестали быть привлекательными для большинства покупателей. С другой стороны, данное предложение нацелено на поддержку мелких товаропроизводителей. Это касается и фермерской продукции, и продукции промышленной, непродовольственной. Вот поэтому, наверное, такое предложение и родилось в недрах правительства. По информации Пресс-службы Минпромторга, документ носит рекомендательный характер. Ведомству напомнили, что схему размещения нестационарных торговых объектов разрабатывают и утверждают органы местного самоуправления. Размещение торговых мест предполагается снаружи, на муниципальных землях. Напрашивается вполне рациональный вопрос, за чей счет их будут устанавливать. Скорее всего, за счет самих владельцев киосков. Я не думаю, что владельцам киосков составит большую проблему найти средства на их установку. Для них всегда проблемой являлось разрешение на установку киосков. А если такое разрешение будет получено, то желающие их установить даже за свой счет найдутся моментально. Для торговых центров подобное соседство, безусловно, будет негативным фактором. Подобные киоски – конкуренты с более дешевым предложением товаров, к тому же расположены на территории торговых центров. В действительности многие покупатели просто не будут заходить в торговый центр, оставаясь на площадке, где будут установлены киоски. Поэтому торговые центры так негативно отнеслись к данному предложению. На сегодняшний день трудно сказать, как эта рекомендация может отразиться на экономике. Для торговых центров это будет невыгодно. Для киосков в точности наоборот, так как деятельность вторых будет осуществляться за счет уже раскрученных и более доступных локаций. Я думаю, что, возможно, в первую очередь здесь расчет ведется на эффект, который будет получен за счет развития малого бизнеса, причем именно не торгового, а производительного, за счет развития фермерских хозяйств, небольших мастерских производственных, которые будут торговать на вновь создаваемых площадках. До 1 июля 2023 года региональные власти должны предоставить в Минпромторг фотоотчет о размещении нестационарных торговых объектов. Карина Саяхова, Универньюс. Клиенты банка ВТБ уже в ближайшее время смогут выполнить банковские операции через мессенджер. Площадкой для цифрового банка выступит Телеграм. Насколько удобен и безопасен такой сервис, выясняла наша редакция. Еще в 2022 году App Store и Google Play удалили из своего каталога ряд приложений российских банков. Среди них оказались Сбер, Альфа-Банк и ВТБ. Компании для восстановления доступа клиентов к сервисам создавали клоны приложений и публиковали их под другими названиями. Сбел от Сбербанка и Баланс Онлайн от ВТБ быстро раскрыли и удалили с площадок. Сейчас установить мобильный банк можно по ссылке через официальные сайты банков. И хотя проблема в каком-то смысле разрешилась, компании продолжают искать альтернативные способы взаимодействия клиентов с банком. Так, накануне ВТБ объявил о запуске цифрового банка в Телеграм. Он будет создан на базе уже существующего чат-бота. Телеграм-бота в последнее время – это очень частая замена необходимости делать такой сложный, красивый интерфейс мобильного приложения или веб-приложения. Интерфейсы Телеграм-бота очень простые, вписываются в возможности Телеграма и, скажем так, сразу работают. А вот у нас, когда студенты делают какие-то проекты, они выполняют часто именно Телеграм-боты, потому что их немножко быстрее разработают, чем полноценные мобильные приложения с серверной версией или веб-приложения. Сервис, по словам представителей банка, должен стать надежной альтернативой приложения. Цифровым банком смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS и Android. Для входа в систему будет необходима авторизация по СМС. Вы, когда захотите провести какую-то операцию, у вас должен быть телефон рядом и Телеграм. Если какой-то злоумышленник получит доступ к вашему Телеграму, еще не все он может сделать с вашим аккаунтом. Для этого ему нужен будет ваш телефон, чтобы он прочитал, скажем, СМС-подтверждение. Поэтому безопасность здесь точно такая же будет, как и в случае мобильных приложений или веб-приложений. Но единственное, что, конечно, могут создаваться фейковые Телеграм-боты, которые будут делать вид, что они тоже могут копировать интерфейс. Но с этим очень быстро бороться. Есть же инструменты подтверждения, верификации. Поэтому я думаю, что с этим тоже не должно быть проблем. Эксперты подчеркивают, даже если Телеграм обеспечит максимальную защиту, клиентам банка расслабляться не стоит. Злоумышленники найдут уловки и для цифрового банка. В ход могут пойти те же ссылки на фишинговые сайты. Специалисты призывают отнестись серьезно к защите смартфона и других устройств, на которых можно авторизоваться в мессенджере. Маргарита Михайлова, Универньюз. Если у России суверенитет, что это значит на государственном уровне? На эти и многие другие вопросы сможете найти ответы в следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошла лекция «Суверенитет России. Правовые, экономические, технологические и информационные вызовы». Были затронуты разные грани развития нашей страны. Она исключительно злободневна, потому что это не что иное, как вопрос субъектности. А субъектность может быть у государства, у университета, у человека, у группы людей и так далее. И она означает, что мы сами себя осознаем, не используем то, как нас другие обозначили или назвали, а сами. Учитывая, конечно, мнение окружающих, но все-таки мы определяем себя сами. Люди не только размышляют, но и проектируют свою жизнь и ее строй. Все это вместе и есть субъектность. Можно сказать, что это понятие выше суверенности, но и взаимосвязано с ним напрямую. Суверенность на каждой стадии развития человечества имеет то или иное содержание. И борьба за суверенность служит средством субъектизации. Если помните такую картину Сальвадора Дали, где из земного шара так как бы вылупляется какая-то сущность. И совершенно маленькая становится Европа, совершенно маленькая Америка, вот какая-то новая сущность. Вот фактически Дали пророчески на этой картине показал, что происходит. Еще тогда происходило. Мир периодически испытывает всякого рода катаклизмы, трансформации. И если это говорить о главном выводе, то как раз я хотел показать, что эта сложнейшая эпоха, она очень оптимистична. Тема суверенитета России в последнее время приобрела новый смысл в силу перестройки мирового хозяйства и мировой экономики. Страна находится в процессе глубочайших трансформаций, не только цифровых, но и антропологических. Мир периодически испытывает различные катаклизмы, но по словам спикера, стоит сохранять оптимизм. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универ Ньюс. В шоуруме Высшей школы журналистики КФУ прошла лекция до Центра кафедры оптики и нанофотоники Института физики и по совместительству редактора издания о науке НПлюс1 Марата Хамадеева. Лектор представил зрителям науку своими глазами, глазами научного журналиста. Что такое научная журналистика и зачем она нужна? Как журналист и ученые могут быть полезны друг другу? На эти и другие вопросы спикер дал подробный ответ, а после ответил на интересующие зрителей вопросы. Студенты КФУ стали победителями и лауреатами конкурса «Иностранный студент года». Их имена накануне были объявлены на торжественной церемонии. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!